Спасибо. Добрый день, уважаемые участники группы, уважаемые представители АМЭКСПО. Спасибо большое, спасибо. Я думаю, что это один из самых интересных вопросов, которые есть, потому что инновации, инновационное развитие и новые стратегические направления, они действительно интересны, на верху нашей полезки дня. Смотрите, мой доклад посвящен инновационным трендам, которые сейчас идут в России, в мире, которые рано или поздно, в ближайшие 10-15 лет, кардинально изменяют мир вокруг нас. И Росатан, как крупный участник не только российской международной энергетики, просто не может себе позволить обращать внимание на эти тренды. И к тому же, почему эта тема настолько интересная? А технический вопрос мы переключаем. Почему это важно для нас? Потому что Росатан — это не только атомная станция. Росатан — это один из лидеров России по среды компаний, по человеческому капиталу, по технологиям. И, конечно, всё развитие, которое идёт в мире в этих направлениях, оно есть, и мы не должны никогда выпускать эти тренды. Смотрите, хочу начать с нескольких исторических примеров. Здесь представлены четыре компании, которые были лидерами в своих отраслях, и из-за того, что пропустили моменты инноваций на рынках, пропустили моменты, когда нужно было адаптироваться и вводить новые продукты, они потеряли для своих акционеров всё. Три примера, они классические — это Kodak, Xerox и Nokia. Это компания, Kodak, которая пропустила цифровую. Прекомню цифровую фотографию, несмотря, кстати, на тот факт, что Kodak первый, инженеры Kodak создали первый цифровый аппарат в мире. Xerox, линдинг корпировальных аппаратов, опустил рынок смещения в сторону домашних маленьких аппаратов. Nokia не поняла эффективности смартфонов. Классические примеры. Среди более свежих примеров — это библия компания. В некоторое время уголь, который вырабатывался, добывался эта компания, обеспечивала генерацию трёх процентов всей электроэнергии в мире. Огромная компания. И буквально за восемь лет они потеряли всё. Потеряли всё, что они когда-то обещали в своих акционерах. И цифры уменьшаются. Среди действия Kodak S15 — это, чтобы помогать цифру гибели, сделала это за восемь, может быть, даже за меньшее количество лет. И это всё из-за того, что компании, игнорировали инновации, делали неправильные стратегические выборы и игнорировали сигналы рынка, в которых они находили. В данном случае гибели они проигнорировали сигналы рынка по развитию альтернативной энергетики, потому что меняется архитический баланс и ущерб, 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 в это разработка городских стражей. Что бы такого не случилось, не с кем участникам рассмотрения «Нового руха», мы хотим смотреть не только на то, что происходит, допустим, в инновационной энергетике, или в этом счете, но и на картинку в целом. Часть моих слайдов, они будут такие концептуальные обучающие, но мы смотрим на них именно с точки зрения госкорпорации «Росатома», не только именно атомных технологий, а с точки зрения технологического лидера в России. И сейчас все больше и больше экспертов и мнений складывается о том, что мы живем с вами в очень интересное время, поживем в эпоху четвертой промышленной революции. Если кратко, я напомню, что первая революция считается классическая паровая машина, которая изменила мир и построила, по сути, ее британскую империю. Вторая индустриальная революция – это изменение внутреннего сгорания, конвейеры. Третьему прошли недавно в 20 веке, когда была капитализация и основное усилие на рынке центра. И четвертое, которое сейчас все видят, это в том, что идет, как говорит, герман-греб, диджитализация всего. Мы уходим в цифровые технологии. Мы уходим в один из основных принципов – чистую энергию. И уходим в другое качество управления активами – джайл-менеджментом. Проекты-менеджменты – они строятся, новые организации строятся по новым принципам управления. И все это нужно учитывать в стратегии компании, как Алексей Иславович говорил. Нужно учитывать при выборе тех направлений, куда мы идем, куда мы развиваемся и как мы развиваем новые продукты. Для нас, как для энергетической и технологической компании, все очень интересно. И для нас только новые возможности. В частности, мы видим, что не только чистая энергивудрость и в целом будет двиг в энергобалансе в сторону увеличения доли электрической энергии до 40-го года. Ведущие мировые эксперты очень сильно спорят о том, как будет выглядеть мир через 10, 15, 20, 30 лет. Понятно, что сейчас мы не можем представить, как это будет выглядеть в будущем. Все помнят в будущее, что уже сейчас прогнозировались многие вещи как летающие машины. Но все равно, несмотря на это, есть некоторый устойчивый консенсус, какие области будут изменяться сильнее всего, где лежит самый большой потенциал. Мы посмотрели на нашу стратегию, мы готовили, называя наши бизнесы, консенсус, прогнозы ведущих IT-компаний, таких как Google. Мы посмотрели ведущих мировых стратегических консультантов, без банкиров, всех тех людей, которые с разной точки зрения оценили потенциалы рынков, технологий, изменений в среде. И выделили, наверное, 10 ключевых областей, они по-разному могут называться, но в принципе эти 10 верят все, что здесь будет наиболее большой рост, что эти области принесут самые большие изменения в будущем. И в 15-20 лет именно отсюда произойдет изменение на всех рынках. Они говорят не то, как они все связаны, они говорят не существующие индустрии, они создадут новые отрасли. И в ряде этих аккаторских у нас уже хорошая позиция, как с этим суперкомпьютерам. В ряде мы обладаем уникальной компетентной энергетикой, космосоветивной технологией. И на самом деле, для нас стратегический выбор, как дальше с этой скоростью мы пойдем по этим аккаторам. Если можно, вручную переключить следующий слайд. Да, назад. Отлично. Еще раз просто хотел подтвердить, что не только меняется технология, не только меняется индустрия, но все-таки еще один фактор, как скорость. Скорость этих изменений увеличивается. Если пикботе со своего пика 20 миллиардов домокросов понадобилось 8 лет, то, возможно, в будущем у многих компаний не будет этих 8 лет, чтобы принять какие-то решения и защититься. У многих гиганты, которых мы видим, могут подкрутиться гораздо более короткие сроки. На слайде представлены цифры, опять же, это консенсус, это анализ Bloomberg, анализ гранитических агентств, консайтантов. Все меняется двойными там, по-английски double-digit, двухзначными числами в ход и среднем меняются все показатели. Это потрясающая скорость. Солнечная энергетика, адаптивные технологии, рынок растет по экспоненту. Не буду все перечислять, но те компании, которые не будут готовы участвовать в этих рынках, которые не будут готовы внедрять результаты этой работы в свою деятельность и оптимизировать текущие процессы, они точно проиграют, они точно останутся на том слайде номер один, дополнив классические примеры, которые я вам показывал. И в заключение хотелось сказать, что Росатом, мы не только смотрим, что происходит, мы уже начали под руководством Алексея Станиславовича, но и в других бизнесах, широкое и устойчивое развитие по этим направлениям. По многим из них у нас уже сейчас отличные позиции, как ядерная медицина, как радиофарм, препараты, суперкомпьютеры, какие-то проекты, например, по ядерным технологиям у нас развиваются, но в любом случае мы считаем, что мы должны отслеживать эти будущие тренды и наши новые бизнесы должны быть, должны иметь понятную синергию для нас, понятные рынки в будущем, чтобы сделать Росатом не просто энергетическим, а именно технологическим лидерам России и сильным технологическим игрокам на глобальном рынке. Спасибо.